Добрый день! Здравствуйте! Сегодня приготовим пирог. Пышный, вкусный, с начинкой. Обалденный! Я думаю, вам очень понравится. Для этого нам понадобится мука, сахар, масло, яйца, щепотка соли, дрожжи, тёплое молоко, орехи. Теперь возьмём сухие дрожжи и распустим их в тёплом молоке. Добавим щепотку соли и 2 столовые ложки сахара. Остальной сахар оставим для теста. Через 5 минут наши дрожжи заиграли. И теперь высыпаем муку, вливаем сюда молоко с дрожжами, масло, которое мы чуть-чуть распустили, 2 яйца и можете добавить ванилин. Теперь будем месить тесто. Я выкладываю уже готовое тесто на стол. Как видите, оно мягкое. Посыпаю обильно мукой и ещё буду месить на столе минуты 2. Смотрите, тесто как будто течёт, но оно уже не пристаёт к рукам. Не забивайте мукой, чтобы не получилось упругое тесто. Откладываем тесто на целый час. Через час оно у нас вот так подошло. К рукам не пристаёт. Выкладываю на стол, делю его на части и начинаю делать пирог. Вот тут немножечко займёт время. Беру комочек и мне надо его чуть-чуть раскатать. А скатать по форме, которую я буду выкладывать. Но можно это делать и на противне, так что не переживайте. На противне постелите бумагу и туда выкладывайте то, что будете раскатывать. Я же намажу мою форму маслом, нерастительным, маргарином или сливочным, нерастопленным. Тогда очень хорошо выходит со стеклянных форм ваши пироги, потому что пирог здесь сладкий. И он имеет привычку пристать к любой посуде. Раскатаю по размеру, вернее чуть больше размера, чтобы края можно было загибать наверх. Тесто не держит форму, как вы видите. Оно такое вот эластичное. Вам покажется, что это тесто, вот сейчас выкладываю я сюда, тоненькое. Нет, оно ещё поднимется. Сделала вот такие бортики. Теперь орехи. Я их перемолола. Ну, не совсем мелко. Сахар. Можете сделать без сахара. Всё дело в том, что тесто само по себе чуть-чуть сладкое. И изюм. Хорошенечко это всё перемешаю. Как видите, у меня здесь его немного. Для этого пирога это ничего. Можно было бы сделать два-три раза больше. Если вы любите и не боитесь поправиться, можете это сделать. Теперь, вот этими бортами накрываем, как бы, края. Чуть-чуть. Если вы не любите заморачиваться, можете просто сложить тесто вдвое. Я же ещё раз катаю один круг. Вырежу в нём кружочки. Потом кружочки разделю пополам. И вот из этих половинок я буду делать листочки. Я же вам обещала красивый пирог. Вот теперь выравниваем. Получился вот такой листок. Посередине ножом сделаем отметину. Не прорезаем, просто надавливаем. Сделаю ближе. И теперь кончиком ножа надрезаем вот эти края. Получается вот такой листочек. Потом эти надрезы, вернее, это всё набухнет и придаст красивый вид. Вот таких листьев нам надо много, чтобы мы могли обложить весь край нашего пирога. Покажу ещё один. Потом таким же способом я сделаю цветочки. Их показывать не буду, не хочу отнимать время. Тот же самый круг, чуть поменьше, правда? По краям нарезаем на 3-4 части. Теперь сделаю вот такую сеточку. Для того, чтобы сделать эту сеточку, вы мне задавали вопрос, как я переношу его на тесто, на пирог или на что-то другое. Обильно надо посыпать тесто, а потом пройти вот этим ножиком. После этого берём на скалку. Видите, вот такие прорези получаются. Если не посыпать хорошо мукой, они не раскрываются и вам будет неудобно. И скалкой переносим на пирог. Теперь растягиваем. Лишние части отрезаем. Теперь раскатаем вот такие колбаски. И сделаем из них птичек. Сделала узел длинный, согнула. И ущипнула носик. Получился клюв. Хвостик тоже длинный. Его тоже сложила вдвое. Потом нажала пальцем. И дальше надрезы сделаю ножиком. Вот такой получается голубь, птичка. Ну, как хотите его называйте. У меня тесто жидкое, когда, если вы делаете булочки, и у вас тесто более такое плотное, тогда оно держится очень хорошо. Это тоже будет держаться, но пока вы делаете, может быть, будете думать, что, ой, оно жидкое, оно не держится. Из изюма я сделала глазки. Ножичком отрезала, чтобы получился клювик. Вот и всё. Теперь сделаю детишек, маленьких птичек. Если хотите, можете сделать ещё пёрышки, но он будет более пушистый. Или же всё сольётся, если у вас жидкое тесто. Учтите это. Если плотное тесто, оно получается более таким ярко выраженным. А если жидкое тесто, как у нас сейчас, оно немножечко, конечно, сольётся. Теперь делаем двойной. Берём две петельки на друг друга, а потом концы выводим через вот одну петлю. Скрутили, получилось две головки. Опять же, ущипнули носики. Поставим туда глазки. К сожалению, не всё видно. Точно так же делаем хвостики, загибаем вовнутрь и тоже надрезаем пару раз. Не забываем про глазки. И вот так выложили листочки, потом цветочки, а теперь наших птичек. Скажете, зачем было мучиться делать сетку? Сетка, она немножечко приподняла наше украшение наверх. Так как у нас там углубление, вот такое, как гнёздышко. Чтобы всё туда не провалилось, делаем вот такую сеточку. Ну, а вообще-то можно этой сеткой оформлять весь пирог без всяких этих цветов и прочее. И тоже получается очень красиво. Ну, всё. Теперь надо отложить вот это всё на 30 минут, 30-40 минут, чтобы оно немножечко выстоялось. Я ставлю в духовку, не включая её, чтобы всё это не обветрилось. Теперь сверху можно смазать сладкой водичкой и отправить в духовку. В горячую духовку, 200 градусов, на полчаса 35 минут оно запекается. Вернее, смотрите, чтобы поджарился и вверх, и вниз. Вам покажется, что это подгорело? Нет, это не так. Просто свет так падает. Я сейчас, когда буду фотографировать, вы увидите. Вернее, вначале вы увидели. Вот сейчас режу пирог. Посмотрите, какой он. Высокий, воздушный. Нажимаете, отпускаете, он поднимается. Ну, а вкус, вкус, жаль, что я вам передать не могу. Очень вкусный. Вот так. Вот такой он получился. Видите, когда падает свет, он приятного цвета. Желаю вам удачи. Вы тоже готовьте. Не пожалеете. Тесто получается шикарное. Не забудьте поделиться видео, поставить лайки, задавайте вопросы. Кто не подписался, подпишитесь. А если кто-то подписан и ему не приходят видео, то он просто не нажал на колокольчик. Нажмите на него. А пока всего вам доброго. Желаю вам мира над головой, здоровья и счастья. Встретимся. Пока-пока. Пока-пока.